Звезда родилась. Дворник-философ из Томска покорил интернет. В опросе на тему любви для местного телевидения 70-летний мужчина цитировал Битлз и говорил на французском. С романтиком из глубинки познакомился Андрей Ганф. Этот бессмертный хит для Виталия теперь такая же визитная карточка, как и для группы Битлз. Первое, что пришло в голову на вопрос журналистов о любви, признается мужчина. Почему это так понравилось интернет-аудитории, романтик не понимает. Я убирал мусор и выполнял свою обычную работу. Порядок наладил на свободной площади. Подошли с тему видения и попросили небольшое интервью. Оно было коротким. Я не ожидал, что потом дальше продолжили. Родился Виталий в Китае, в семье эмигрантов. Позднее переехал в СССР, служил на подводной лодке. Уже несколько лет у мужчины нет своего жилья. Сейчас он живет при храме, проходит реабилитацию от алкогольной зависимости. Там же ему помогли с работой. С женой Виталий развелся. А сын уехал работать в США. Виталий, он очень уникальный человек, кем он только в жизни не работал, что только не делал. Он рассказывал уже в интервью. И он у нас уже, если я не ошибаюсь, третий раз, первые два раза, он неполный курс реабилитации проходил. Думал, что он все уже сможет жить самостоятельно. Кроме творчества «Битлз», Виталий любит песни Юрия Антонова и «Машины времени». Ценит классическую музыку Баха и Бетховена. В свободное время много читает. В основном философскую и религиозную литературу. А также стихи. В одиночество, как твой характер, круг, Посверкивая циркулем железным, Как хомон, замыкаешь круг, Не в нем, в линию, в бесполезном. А вот языки дворник-полиглот на самом деле не знает. Фраза из уже знаменитого интервью максимум, что может сказать Виталий по-французски. Но поздравить всех влюбленных с Днем Святого Валентина – это ему не помешало. Я бы желал, чтобы люди любили друг друга, Помогали друг другу, Потому что любовь правит мир. Бог есть любовь. Андрей Яганов, Елизавета Максимова, Мир24.